Юго-Восточная железная дорога стала лучшей на сети по итогам отраслевого соревнования в четвертом квартале минувшего года. По сложившейся традиции поздравить коллектив-победитель приехал лично президент РЖД Владимир Якунин. Однако этот повод был не единственным для визита главы компании. Подробнее в репортаже Романа Полякова. В рамках рабочей поездки глава УАО РЖД принял участие в заседании регионального координационного совета, на котором обсуждались проблемы, связанные с повышением эффективности взаимодействия всех участников транспортного рынка в сфере грузовых перевозок. Уровень мероприятия говорит сам за себя. Здесь присутствовали руководители сразу четырех субъектов федерации – Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областей, а также представители наиболее крупных предприятий-грузоотправителей на полигоне Юго-Восточной железной дороги и компаний операторов подвижного состава. Договорились о совместной работе по выработке предложений в программу экономического развития Российской Федерации и, соответственно, в программу стратегии развития железнодорожного транспорта. В 2011 году Юго-Восточной железной дороге удалось достичь высоких показателей в производственной и финансо-экономической деятельности, а также в обеспечении безопасности движения и охраны труда. Понимание и поддержка губернаторов и, конечно, такая нормальная работа наша совместная вместе с крупнейшими грузоотправителями, в первую очередь, провела к тому, что мы вообще в декабре месяце погрузку увеличили на 13,4% к уровню декабря 2010 года, а в целом по кварталу 8,2%. После заседания совета в Воронежском дворце культуры железнодорожников прошла самая приятная часть визита руководства компании. На торжественном собрании Владимир Якунин вручил коллективу магистрали в лице ее начальника почетное свидетельство о победе Юго-Восточной железной дороги в отраслевом соревновании в четвертом квартале 2011 года. Не остались в стороне и главы регионов обслуживания, в успешном развитии экономики которых Юго-Восточная магистраль играет значительную роль. В сохранении вот такого единства, отрасли, сказать, что Анатолий Иванович Молотко оценивается нами как профессиональный, организованный и, самое главное, неравнодушный руководитель к любым процессам. Поздравляю и спасибо вам за труд. Передовики получили грамоты и денежные премии. Президент РЖД, поздравляя их с успехом, пожелал не снижать взятого темпа и обещал всестороннюю поддержку. Спасибо.